Центральную аллею парка имени Шевченко превратили в ярмарку. Здесь с 19 по 21 октября будет проходить фестиваль «Лавка мастеров», который собрал умельцев со всей Украины. «Лавка мастеров» – очень молодое, но уже очень полюбившееся многим мастерам и одесситам мероприятия. На сегодняшний день это уже четвертый фестиваль. На ярмарке народные умельцы демонстрируют результаты своего творчества. Вот, например, Дмитрий демонстрирует свои работы из материала нового поколения. «Эти рюкзаки сшиты нами из материала нового поколения, он называется «Тайвак». Он очень похож на бумагу, но при этом он очень прочный. Его невозможно порвать, его невозможно промочить. Он гораздо практичнее, чем кожа. Весит такой рюкзак ровно столько, сколько в него положишь». Еще на выставке представлены необычные игры для взрослых под названием «Фитнес для мозга». На первый взгляд – простая и в то же время сложная вещь. Как заявляют производители, такие головоломки развивают логическое пространственное мышление, а также стимулируют концентрацию внимания. «Это игры для взрослых. Это IQ-пазлы. Их придумали не у нас, в Молдавии. Несмотря на стереотипы, ребята молодцы. Очень простые задания. Вам нужно из четырех заданий собрать прямоугольники. Как показывает практика, люди, поверьте, и с разным образованием. Два высших у кого-то есть, и математики. Единственное, у кого хорошо, быстрее получается, это, возможно, архитекторы, айтишники. Опять-таки, может, как-то стереотипно, потому что вроде бы этих людей немного получше с мышлением. Но на самом деле задача непростая. Так как мы привыкли мыслить стереотипно и стандартно, то с четырьмя деталями как-то связать дружбу в первые минуты не получается». Присоединились к выставке и любители хищных растений. И хоть предмет их увлечения не имеет отношения к хендмейду, зато пользуется популярностью у детей и взрослых. Еще на ярмарке можно будет приобрести домашнюю выпечку, консервацию, сыры, а также домашние наливки, вина и медовухи. «Вот это все чисто медовые напитки, сделано из меда, готовится более двух лет. А вот эти напитки – это уже с добавлением меда. Ну, это приблизительно, скажем, как медовое вино, а это уже как более наливочки. Есть лимончелло, есть из облепихи, из калины. И из меда тоже, соответственно, есть разный мед». Мастера очень любят подобные мероприятия и благодарны организаторам за такую возможность. «Когда сидишь просто дома работаешь – это одно. А здесь есть возможность увидеть, что дети хотят, что взрослым подходит, когда меряют, и когда люди в восторге, ты сам восхищаешься, что, боже, неужели так хорошо человеку подходит. То есть не зря ты сидишь и трудишься». Выставка-ярмарка продлится до 21 октября. Здесь вы сможете найти все, что душа пожелает – от различных украшений, изделий из кожи, обуви и головных уборов до вышиванок и домашнего текстиля.